Всем здравствуйте, добрый вечер. Сегодня хотел поговорить о компании дочерней Husqvarna, партнер и линейки пил 340, 350, 360 S. У меня на данном обзоре 340 S. Интересная бензопила, весит 4,5 килограмма, объем 35 кубических сантиметров двигателя, шина 35 сантиметров, довольно-таки резвая хорошая пила, качественные материалы, пластик такой весь, плотный, хороший, качественный. Так, производятся данные модели на заводе в Китае. Все как у всех, праймер, рычаг холодного пуска, кнопка включения и выключения, легкого старта здесь нету на данной пиле. Что со стороны у нас сцепление? Сцепление у нас открытого типа. Здесь звездочка, двигатель по двигателю, что двигатель стоит из двух половинок металлических, сверху прикручивается цилиндр. Сделано как на профессиональных пилах. Так, вот здесь расположен винт регулировки маслонасоса по датчику. Так, фильтр у нас воздушный, вот такого образца, тоненький такой. Его надо, мне так кажется, регулярно очистить, чтобы не запороть двигатель. Здесь у нас вальбровский карбюратор стоит, привод к карбюратору. Так, поэтому тросиком. Здесь вот сделана вот такая система. По-моему, здесь двигатель двухмиксовый. Я не уверен, конечно, но все говорит об этом, потому что я даже нигде в литературе не нашел вот эти крышки, под ними специальные каналы для дополнительной продувки двигателя. Так. Баки. Баки располагаются, вот они два. Топливный сверху, масляный снизу. Идет от масляного шланга. Вот здесь располагается он. Надеюсь, вам видно. Это главный косяк. Он вот лежит прямо на корпусе. А этот корпус подпружиненный, он постоянно находится в таком движении. Если он перетрется, все, готовьтесь разбирать рукоять, снимать, менять этот шланг. Ну, вы сразу поймете, потому что у вас под пилой будет лужа масла. Что еще хочу по данной пиле рассказать? Данные пилы, по-моему, уже не производятся. Она с 2017 года. В интернет-магазинах я уже сейчас на сайтах не встречаю такие пилы. Все. Маркировка. Хускварна. Швеция. Моденчина. Мне нравятся данные пилы. Еще старые, вот которые 350-й партнер, 351-й, 52-й, 370-й, 71-й. Те были на заводах в Америке изготовлены. Эти уже делают в Китае. Делали. Сейчас, наверное, уже не делают. Почему я думаю, что здесь двигатель 2Микс? Ну, во-первых, свеча здесь маленькая, но не только из-за этого, а вот из-за этих каналов здесь, вот под этими крышками. Ну, вот хотя карбюратор здесь обычный и 2Миксовый. Ну, вот смотрел сейчас на этот переходник, который вот здесь находится. Есть такое полное ощущение, что там идет разделение на 2 канала. Только как воздух, интересно, там продувает дополнительно. Вроде не слим карбюратор. Ну, гадать не буду, честно. Мне кажется, буква S означает, что двигатель здесь не такой уж, как на всех этих китайских клонах, которых я это недавно обзоры делал. Ну, в принципе, также все по креплениям. Они вот, она схожа с теми китайскими 38-кубовыми пилами. В принципе, конструкция такая же. Ну, сразу видно, что и материалы, и все качество изготовления гораздо на лучшем, на высшем уровне. Хотя я же упоминал вроде, что данные пилы партнера, они относятся к бюджетному сегменту компании Кускварна. Более, как это бы лучше выразиться, более доступный инструмент в ценовом сегменте. По качеству изготовления здесь тоже все на высшем уровне. Шина 35 сантиметров. Орегоновская. Орегон это канадская фирма. Производящая цепи, шины, пильную гарнитуру. Вот это все. Тормоз здесь, цепи, рычаг на крышке располагается. Что я хочу сказать? Мне кажется, с этим фильтром тоже они немножко поднакосячили. Слишком оно мне кажется простенький. Даже если вот он порвется, честно говоря, не знаю, где его можно купить такой. Или что-то самому тут уже придумывать, приклеивать. В общем, особого распространения у нас в стране данная бензопила. В данной серии вот 340, 350, 360, S они особой популярности не получили. Но по отзывам, как я смотрел, я сам не пользовался ни разу такой пилой. Некоторые люди ее хвалят. Неплохая пила. В принципе, совсем справляется со всеми задачами. В меру мощная, оборотистая. То, что надо для приусадебного участка, для дома, для дачи. Главное вовремя обслуживать, менять фильтры, заливать правильное топливо с маслом. В общем, добавить тут особо нечего. Неплохая пила. В принципе, могу порекомендовать для покупки. Все же, по качеству она лучше, чем тот же Энхель, который недавно обозревал. Да и мне она даже больше нравится, чем Риоби, который тоже не так давно и обозревал. Она вот видно по всему внешнему виду, что и компактнее, и пластик реально хороший. Я бы, если бы стоял выбор между Риоби и партнером вот этим, я бы выбрал вот это. Потому что компания Husqvarna, где бы завод не находился, все-таки контроль качества и материалы, используемые для производства инструмента, все-таки на высшем уровне. Что добавить? Да добавлять тут больше нечего. Хороший инструмент за приемлемую цену. Как уже упоминал, что сейчас и, наверное, уже не купишь. Хотя еще где-то встречаются в интернет-магазинах со старых партий. Это вот 17-го года. Упал я, наверное, в 19-м. На том сайте уже нет данных бензопил. В общем-то тоже уже уходящая эпоха. Всем приятного вечера. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк.